Первыми у дома, где живет Стивен Данзигер, выстроились фанаты группы Pink Floyd. Где тут живет Данзигер? Они ждали и надеялись получить автограф своего кумира, сооснователя легендарной группы Роджера Уотерса. Все мы здесь, потому что мы видим вопиющую несправедливость. Он сидит там на пятом этаже с электронным браслетом. Эпическая битва между Стивеном Данзигером и нефтяной компанией Chevron продолжается уже более двух десятилетий. В 2011 году Данзигер выиграл дело против американской нефтяной компании в суде Эквадора. Суд установил, что по вине корпорации 16 миллиардов галлонов токсичных отходов нефтепроизводства оказались в реках и других водоемах бассейна Амазонки и решил взыскать в пользу коренных жителей региона беспрецедентную сумму – 9,5 миллиардов долларов. Среди сторонников Данзигера – голливудская звезда Сюзан Сарендон. Более двух тысяч человек были отравлены компанией Chevron и умерли. У нас нет точных цифр, потому что медсестра, которая собирала эти данные, сама умерла от рака. Компания Chevron отказалась признать решение Эквадорского суда и выплатить штраф. Вместо этого она обратилась в Федеральный суд в Нью-Йорке. Который в ходе процесса без участия жюри присяжных признал Данзигера виновным в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупции. Пол Берретт написал книгу о противостоянии Данзигера и Chevron «Закон джунглей». Он считает, что изначально у Данзигера были благородные намерения, но с годами тот стал руководствоваться принципом «В борьбе Давида с Голиафом все средства хороши». Судья в Нью-Йорке сказал, что поданный Данзигером иск изначально мог быть вполне законным. Судья не стал давать ему юридической оценки. Но со временем действия адвоката вылились в вымогательство денег у компании. И это противоречит закону. Судья сказал Данзигеру, я признаю вас рэкетиром и запрещаю вам пытаться получить в США деньги, которые вашим клиентам присудил суд в Эквадоре. Берретт считает, что Данзигер в погоне за успехом отказался от принципов, которые обязан соблюдать адвокат. Вы не можете оказывать давление и шантажировать судью с тем, чтобы тот вынес выгодное вам решение, как это делал Данзигер в Эквадоре. Вы не можете фабриковать доказательства и затем представлять их в суде, как документы, составленные нейтральной стороной, которую вы на самом деле секретно проплачиваете. В конце концов, вы не должны помогать судье формулировать выгодное вам решение. Все эти нарушения, как постановил суд в Нью-Йорке, Данзигер допустил в Эквадоре. Данзигер все обвинения категорически отрицает. Это не был настоящий суд. Это был процесс, рассчитанный на то, чтобы признать меня виновным. Судья Льюис Каплан в Нью-Йорке лишил Данзигера лицензии адвоката и потребовал, чтобы он передал в суду свой телефон и другие носители электронной информации. Когда тот отказался это сделать, Данзигеру было предъявлено новое обвинение в неуважении к суду. Судья Каплан передал эти обвинения в федеральную прокуратуру, но там отказались вести это дело. После этого возникла крайне необычная ситуация, когда судья поручил вести дело частной юридической фирме. При этом назначенная на роль прокурора фирма до недавнего времени представляла интересы компании Chevron. Дело против адвоката, добивающегося экологической справедливости, фактически ведет корпорация, против которой я выступаю. Такого раньше никогда не было. Это постыдный случай, который, на мой взгляд, подрывает моральный авторитет США, когда речь идет о правах человека. Стивен Данзигер провел два года под домашним арестом за проступок, который можно квалифицировать как административное правонарушение. Обвинения против Данзигера классифицируются как мелкие правонарушения. Его наказывают за то, что он имеет наглость противостоять корпорации Chevron. Приговор Данзигеру должен быть вынесен в октябре. Хорошая новость в том, что Стивену не придется больше сидеть под домашним арестом. Плохая новость в том, что судья приговорит его к тюремному заключению. Как вы знаете из моей книги и из нашей беседы, я считаю обвинения Данзигера в рэкете весьма обоснованными. Однако сейчас это дело приняло совершенно безумный оборот. Я считаю, что когда судья Каплан передал дело в федеральную прокуратуру, и там отказались предъявлять Данзигеру уголовное обвинение, на этом следовало поставить точку. То, что он сидит под домашним арестом уже два года, это более чем странно и несправедливо. Да, я ему совсем не симпатизирую, но это все равно несправедливо. Сам Данзигер намерен обжаловать любое решение суда и уверен, что в конечном итоге справедливость восторжествует. Я достаточно уверен в американской юридической системе, чтобы утверждать, что наша операция будет удовлетворена. Наша позиция следующая, так как в роли прокурора выступает не государство, а частная юридическая фирма, связанная с Chevron. Весь этот процесс противоречит Конституции. Такого никогда не было, и я надеюсь, больше никогда не будет. Михаил Гудкин, Максим Авлошенко, Настоящее время, из Нью-Йорка.